Здравствуйте, друзья! Западные компании покидают российский рынок и некоторые из них заявляют о том, что уходят навсегда. Как правило, это какие-то мелкие, незначительные, второстепенные конторы. А вот крупные компании и корпорации сообщают о том, что они просто приостанавливают свою деятельность. Ну, видимо, в надежде вернуться сюда, потому что очень много сил, было вложено очень много денег, я думаю, что это триллионы, в то, чтобы освоить российский рынок. Ну, и здесь они получали, конечно, огромные доходы. Все-таки у нас 140 миллионов человек живет, а природные богатства и так далее вообще несравнимы. И, вы знаете, вся эта ситуация напоминает мне распад Советского Союза. Вы помните, когда огромное государство, мощь которого, в том числе военную мощь, экономическую, ковали сотни миллионов человек, практически в одночасье перестало существовать, ну, фактически на основании розчерка пера, да? Несмотря на то, что очень многие люди были против. Вот здесь происходит аналогичная ситуация. Конечно, бизнес, западный бизнес против того, чтобы прекращать сотрудничество с Россией, потому что это давало огромные доходы и возможности. Но под воздействием своих политиков, под давлением определенным, они вынуждены заявлять о том, что приостанавливают свою деятельность, дабы не нести репутационные, как они указывают, издержки, ну, которые, в свою очередь, могут быть связаны, конечно, и с экономическими убытками, если против них все настроятся. В том числе все потребители на Западе, которых активно обрабатывают западные СМИ. Почему напомнило Советский Союз? Потому что практически без боя западные компании оставляют своим конкурентам огромный российский рынок. Все предприимчивые российские предприниматели, а также предприниматели с востока, с юга, теперь могут свободно и безболезненно занимать российский рынок. Это уникальная ситуация, когда в мире жесткой бизнес-конкуренции огромные ведущие корпорации, с которыми как раз очень трудно конкурировать, оставляют рынок без боя. Ну, я считаю, лично я считаю, что для них это огромные потери, это сулит, конечно, им в том числе и огромную сложность вернуться сюда через какое-то время, потому что если рынок уже будет завоеван другими компаниями, трудно будет его отвоевывать, это будут серьезные вложения, серьезные усилия. Уникальная бизнес-ситуация, всем, кто хочет заниматься бизнесом, чувствует в себе силы, талант, для них сейчас в России просто зеленый свет, для того, чтобы развивать любое направление, потому что я вот сейчас открыл список, датированный 11 марта, здесь указано порядка 400 компаний, крупных известных компаний, ну, какие-то более, какие-то менее, которые, компании брендов, которые покидают российский рынок. То есть, конкурентное поле расчищается, бизнесмены могут сделать сейчас все, о чем они мечтали. Уникальная ситуация, абсолютно. Пишите ваши комментарии.